Большая очистка грядет в рядах полиции. Коррупционеры. Имеем регион. Система побора взяток стала системной и отлаженной. Многочисленные факты, всплывающие то тут, то там в СМИ, уже удивляют к разве что размерами полученных сумм. Президент Касунжи Мартукаев объявил бескомпромиссную борьбу с коррупцией в Казахстане. Два года пандемии коронавируса крайне обострили чувства граждан к любому факту мздоимства. Здравствуйте. В эфире программа «По закону» с Маратом Башимовым. Марат Башимов. Известный юрист и общественник. Директор экспертного института европейского права и прав человека. Заместитель председателя экспертного совета комиссии по правам человека при президенте Республики Казахстан. Член комиссии по правам человека при президенте Республики Казахстан. Председатель комиссии по помилованию при президенте Республики Казахстан. Однако проблема коррупции в правоорхнических органах не искореняется. Взятки дают, получают, идут систематические поборы. Совсем недавно департаментом антикоррупционной службы по городу Шенкент при получении взятки с поличным от подчиненных в размере 180 тысяч тенге за покровительство по службе изобличен командир 4-й роты полка патрульной полиции майор Алимханов. На данный момент он задержан. Командир Алимханов брал с подчиненных ежемесячную дань на протяжении года. Была такса. Хочешь в выходной день плати цена такого отдыха 2 тысяч тенге. Продажные полицейские есть в самых разных странах. Даже в вполне благополучных и демократических. Чаще всего оказывается, что коррупцию в своем ведомстве развели сами полицейские начальники. И без смены руководства уже не обойтись. Приходилось ли вам сталкиваться с коррупцией в нашей стране? Это провокационный вопрос, поэтому я задержусь от комментариев. Но единственное, с чем я сталкиваюсь с коррупцией, это только дорога. Полицейские намекали, когда останавливали машину и намекали, да, или штраф заплатить, или как. Вот так говорили, да, было это. Но это не в Астане, а в Кустанай. Честно сказать, нет. Никогда, ни разу. У меня родственник работает в полиции. Надо, чтобы повесить зарплату им, как положено. А то без предела они работают. Днем и ночью, без отдыха, как говорится. Не хотели бы? Не хотел, да. Ну, то есть, значит, вы сталкивались? Лично нет, но, в принципе, тема щекотливая, да. Могу кого-то подставить. Не хотелось бы. Но чтобы этого, в принципе, желаю, чтобы этого не было. Считаю, все зависит от уровня жизни, от заработной платы. Если будет государство как-то это поощрять, то есть труд, конечно, у них немалый. И, соответственно, если достойна будет зарплата, то, считаю, никаких коррупционных движений не будет. Каждый человек должен начинать с себя в первую очередь, то есть не идти на какие-то, как сказать, провокации, да, и просто держать свою позицию. И так, начиная с себя, мы, наверное, поменяем всю систему в стране. Если мы будем пользоваться коррупцией, у нашей страны развиваться не будет, во-первых. Коррупция всегда тянет государство вниз. Как такое, это дает возможности людям с деньгами получать то, что они хотят. А тем людям, у кого нет возможности, они остаются, получается, без ликих шансов на будущие какие-то свои возможности. Поэтому я против коррупции. Майору Алимханову могут грозить три серьезных статьи Уголовного кодекса. Получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и превышение власти или должностных полномочий. Притом ответственность за такие преступления нешуточная. Покровительство наказывается лишением свободы на 40 до 6 лет с конфискацией имущества, если они совершены путем вымогательства, группой лиц или по предварительному сговору, в крупном развере и неоднократно за это грозит до 12 лет. Но, несмотря на это, уровень коррупции не снижается. Согласно национальному докладу о противодействии коррупции за 2021 год, в республике за совершение коррупционных правонарушений осуждено в 2021 году 892 лица. Среди них служащие органов внутренних дел 207. В структуре коррупционной преступности из года в год растет доля взяточничества. Если в 2015 году это было только каждое третье преступление, то в 2021 году более 67%. Эксперты сравнили реформы правоохранительной системы Казахстана с косметическим ремонтом. Коренных изменений после внедрения последней дорожной карты не последовало. В обществе до сих пор витает вопрос, когда правоохранительная система будет отвечать чаяниям современной жизни, перечем перекладывать всю вину на тех же полицейских неправильно. Коррупция – это болезнь всего общества. В Казахстане необходимо создать такие условия, в которых это явление не сможет полноценно развиваться. МВД, значит, освободить от тех функций, которые не свойственны. Допустим, КУИС – создать отдельное агентство, исполнять наказание и пробаться. Чтобы все виды наказания исполняло это агентство. И ее прямое подчинение президенту нашей страны. Потому что они обеспечивают общественную безопасность. Надо установить общественный контроль над деятельностью правоохранительных органов. Создана у нас общественная организация. Ну, надо их, значит, активизировать. Уже опыт есть определенный. Дальше работают. Я думаю, активистов, простых граждан, которые желают очень много. Ну и там должна быть ротация. Также эксперты считают, что необходимо дать более точное определение коррупции. По мнению Скакова, в казахстанском законодательстве оно обозначено недостаточно строго. В нем сказано, что субъектами правонарушений, связанных с коррупцией, выступают должностные и приравненные к ним лица. Эксперт предлагает включить в их число физических и юридических лиц. Коррупция – это один из видов организованной преступности. И надо ее отличать от взятничества. Это раз. Во-вторых, я предлагаю декларирование всех доходов и расходов. Всех. Тогда мы будем явно видеть, сколько он приобрел, сколько он потратил. И, зная разницу зарплаты и так далее за год, мы можем четко определиться, откуда деньги. Если не законно, значит, все должно быть в пользу государства, финансовые средства. Борьба с коррупцией ведется. Сделано немало. На данный момент по закону предусмотрен полный запрет на получение и дарение подарков государственным служащим. Ужесточены санкции за коррупционные преступления для сотрудников правоохранительных органов, судей, взяткодателей и посредников во взяточнистве. Для осужденных за тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления исключена возможность применения условно-досрочного освобождения. В 2021 году Агентством по противодействию коррупции разработан законопроект. Согласно нему, под защиту попадают те граждане, кто сообщил о фактах коррупции. Несмотря на это, нужен действенный общественный парламентский контроль. Общество устало от продажной полиции, судей и госслужащих. Глава государства утвердил концепцию антикоррупционной политики. Новый стратегический документ нацелен на переход от борьбы с последствиями к системному устранению предпосылок коррупции, обеспечению неотвратимости наказания, коренному изменению общественного сознания. Необходимо жестко и бескомпромиссно бороться с коррупцией именно в правоохранительных органах, с предателями в погонах, поскольку теряется вера общества во власть, в защиту прав простого человека. Ведь отчасти, вышедшие на митинги в январе 2022 года, были недовольны коррупцией именно в полиции и другой правоохранительных органах. Если существуют такие поборы, то сотрудники полиции думают не о том, чтобы добросовестно и честно исполнять свои обязанности, а думают, как бы исполнить требования начальника собрать нужную сумму денег. Любым способом. Главный вывод один. Нам нужен парламентский и общественный контроль, как во всех цивилизованных и демократических странах. Во главе угла права граждан, общественные интересы. И это соответствует тем конституционным изменениям, которые провозгласил Космужемар Тукаев, и за которые мы с вами придем голосовать на референдум 5 июня. С вами был Марат Башимов. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин